Доброе утро! Сегодня у нас по плану, наверное, самая простая тема в этом семестре. И это тема про пространство имен и поисками. Тем менее, несмотря на то, что тема простая, в реальной жизни периодически и в этой теме встречаются ошибки. И некоторые из них на их поиск и понимание на практике уходило заметное время. Больше, чем продлится эта лекция, так скажем. Ну, в общем-то, как и все. В C++ есть много нюансов. Зачем нужны пространства имен? Мы прекрасно без них обходились пока что. И кажется, что можем и дальше обходиться. Ну, обходиться это действительно можно. Но что такое имена в программе? Это в первую очередь помощь для программиста, то есть для человека. Имена служат, чтобы идентифицировать сущности. И очевидно, что программам, компилятору или другим элементам инструментария абсолютно все равно, какие это будут идентификаторы. Они могут идентифицировать все по, например, монотонно взрослых читающим номерам или по каким-то другим уникальным идентификаторам. Имена важны именно для человека. И тут надо учитывать особенности человеческого восприятия, мышления и тому подобное. Людям удобнее работать с короткими именами. Более того, людям удобно работать с достаточно говорящими именами. То есть хорошо, когда вы смотрите на какое-то имя и сразу примерно хотя бы понимаете, даже в очень большом проекте, о чем здесь идет речь. В то же время, если имена будут сильно длинными, то возрастает нагрузка на читателя. Их просто сложнее читать. Кроме того, если мы будем пытаться задавать какие-то максимально точные имена, то быстро обнаружим, что имен не хватает. Предположим, у нас большой проект. И в нескольких местах этого проекта речь идет про, ну скажем, какой-то сервер. В разных частях проекта это значит разные вещи. Но и там, и там это какой-то сервер. Мы, предположим, реализуем класс. Для этого сервера. Реализовали один. Потом в другом месте у нас появляется другой. У нас уже может быть конфликт имен. Даже если мы аккуратно все раскладываем по единственным трансляциям, где-то может нам понадобиться объединить оба сервера, сделать что-то с ними обоими. Мы можем, конечно, удлинить эти имена. Но имена стали уже длиннее. С ними стало чуть тяжелее работать. При этом, скорее всего, в большом проекте наблюдается локальность имен. То есть в некоторой подчасти нашего большого проекта речь идет про первый сервер. Там, может быть, у нас есть какие-нибудь сопутствующие вещи и тому подобное. И вот если мы возьмем каждый из этих подмножеств нашего исходного года, мы обнаружим, что внутри одного такого подмножества речь идет про сущности из этого подмножества. И мы могли бы их идентифицировать короче. Но в целом большом проекте у нас может быть конфликт имен, и мы вынуждены имена удлинять. Так вот, пространство имен позволяет нам слегка облегчить эту ситуацию. Мы не удлиняем имена. По крайней мере, конкретные имена. Мы оставляем их короткими. Но мы помещаем каждое из них в пространство имен. Теперь внутри каждого такого пространства имен мы можем ссылаться, использовать короткие имена. Например, вот так. И все отлично. Что же происходит вне пространства имен? Ну, вне пространства имен нам надо использовать корресцированные имена. Стало ли лучше? Да, стало. Повторюсь, очень часто в больших проектах наблюдается высокая локальность имен. Особенно если вы делаете проект аккуратно, разделяете все на составные части, может быть, выносите что-то как к отдельной библиотеке, а потом собираете это все воедино. Локальность имен у вас будет. И в одном подмножстве проекта вы таким образом однозначно сэкономите на длине имен. И эта часть станет более читаемой. При этом по опыту работы с большими проектами очень быстро привыкаешь к тому, что если ты перешел в какую-то часть проекта, ты ожидаешь, что все неквалифицированные имена будут относиться именно к этой части. А если надо обратиться куда-то вовне, к какой-то сущности, которая находится в другом месте проекта, ну, ожидаешь, что у нее будет квалифицированное имя. Это действительно удобно для человека. Соответственно, вовне мы пишем квалифицированные имена. При этом вот это еще является неполностью квалифицированным именем. Полностью квалифицированное имя было бы вот такое. Оно начинается с двойного двоеточия. И это фактически полный путь по всей иерархии пространства имен к нужному именю. А почему иерархия? У нас мог быть вложенное пространство имен. Вот, например, так. И тогда пишем где-то тест, к примеру. Мы можем указать. Вот так. И вложенность может быть достаточно глубокой. Стандарт не оговаривает предела вложенности. Но часто оказывается, что у компиляторов есть определенные технические пределы. Возможно, что и здесь на практике предел можно нащупать рано или поздно. Но я думаю, это будет очень искусственный пример. Обязательно ли всегда работать с полностью квалифицированными именами? Да, в общем-то, нет. Более того, мы внутри пространствами тоже можем работать с частичными квалифицированными именами. Или с полностью квалифицированными именами. Например... Может быть, что-то такое. А вот если мы здесь захотим обратиться к... Хотя про это мы чуть позже поговорим. А... Итого. Пространство имен нам дает возможность имена удлинить, но сделать это в более структурированной манере. И воспользоваться локальностью имен там, где она проявляется. А она действительно проявляется часто. Это удобно. Что еще можно сказать про пространство имен? А где можно размещать пространство имен? То есть очевидно, что раз мы так пишем, то вот эта вот namespace директива, она открывает какое-то пространство имен. И дальше фигурные скобки служат для ограничения диапазона этого пространства. А где можно открывать пространство имен? Его можно открывать на глобальном уровне или на уровне пространства имен. В языке C у нас был только глобальный уровень. И был, например, уровень блока. Локальный уровень. В языке C++ у нас мы говорим чаще не про глобальный уровень, а про уровень пространств имен. И там по умолчанию есть глобальное пространство имен, если мы не открываем никакое пространство имен явно. И внутри него мы можем открывать любые пространства имен, вложенные и тому подобное. Внутри определения класса, например, это другая область. Там нельзя открывать пространство имен. Внутри тела функции нельзя открывать пространство имен. В принципе, все достаточно интуитивно понятно. Можно записывать вложенные пространства имен сокращенно. Предположим, и в больших проектах это имеет смысл, мы хотим весь наш код поместить в одно пространство имен. Зачем? Может быть, у нас есть какие-то сторонние библиотеки, которые не являются стандартными, но тем не менее есть в нашем проекте. Удобно уметь в любой точке однозначно различать, где наши имена, где не наши. Может быть, мы весь этот наш код хотим поместить в пространство имен. Например, экзампл. Можно написать вот так. И, соответственно, мы его должны закрыть вот здесь. Потому что функция main должна находиться в глобальном пространстве. А теперь предположим, что у нас на самом деле все не в одном файле, во многих заголовочных файлах. И, скорее всего, вся вот эта часть, которая у нас в пространстве имен трейдинг, находится в отдельном заголовочном файле, а скорее даже во многих заголовочных файлах. В каждом из них открывается сначала namespace example, потом namespace trading немножко утомительно. В связи с этим у нас есть сокращенная запись. вот так. естественно, комментарии для компилятора не важны, но полезны для читателя. поэтому одиночная фигурная скобка выглядит загадочным. Кто знает, что это? Это конец блока функции. Это ну, это не конец определения класса, поскольку там должна была быть точка с запятой. Но вдруг мы забыли точку с запятой, и это все-таки конец определения класса. Ну, в общем, приятно для читателя, когда вы немножко ему намекаете. Для коротких сущностей в этом нет большого смысла, как для функции, для класса. А вот пространства имен могут быть довольно длинными. Поэтому оставлять такой комментарий около закрывающей в гуртой скобке это, в принципе, полезно. Отлично. И еще один нюанс, связанный с пространством имен, который вы, наверное, помните, это то, что у нас могут быть анонимные пространства имен. То есть пространство имен без имени. Выглядит странным, но у него есть важный побочный эффект, то, что все имена внутри анонимного пространства имен получают внутреннее связывание. как мы говорили, очень хорошо, если все локальные сущности в одной дистрансляции имеют внутреннее связывание, когда их имена не торчат наружу и не мешаются при компоновке, и у вас не возникает с ними потенциальная проблема нарушения ODR. Ну, предположим, что у нас вот эта функция runTest, возможно, она уместна для только одной дистрансляции. и мы ее хотим, соответственно, сделать локальной функцией. Ну, очевидно, у нас будет какое-то разделение на заголовочные файлы, не заголовочные файлы, и сейчас я для простоты не буду этого делать. Кстати, еще один нюанс. Мы можем определение функции, например, вынести за границы явное пространство имен, и тогда должны ее имя написать квалифицированно. Ну, и тут придется доделать немножко утомительно. вот так. А теперь предположим, что мы все-таки хотим ее сделать локальной и разместить в анонимном пространстве имен. зачем вообще нам может так вот захотеться сделать? Отделить объявление функции от определения в одной из трансляций. Может быть, что у вас есть набор каких-то вспомогательных функций, а дальше идет основной код вашей из трансляций, где вы их используете. Возможно, вы хотите, чтобы вот этот основной код был как можно выше в вашем файле. Все уже конкретные определения вспомогательных функций, они были где-то в хвосте. Так бывает делают, но вот вот так уже не сделать. Потому что анонимное пространство имен хоть и не имеет имени, но это все-таки пространство имен. И у нас нет синтаксиса, который мог бы выразить квалифицированное имя, которое бы ввело в анонимное пространство имен. То есть нельзя здесь написать еще одно двоеточие, например. Но мы эту проблему можем обойти по-другому. Однако давайте сначала посмотрим, а как вот все эти имена выглядят. Компиратор нам, кстати, подсказывает, что вот такое сокращенное написание пространства имен является частью 17-го стандарта языка. люди страдали аж до 17-го года, прежде чем наконец такая полезная вещь появилась. У нас есть еще другие предупреждения, которые связаны просто с тем, что у нас пример игрушечный. Не суть важна. тут у нас компилятор ничего не оставил похоже. Так, да, согласен. в исполняемом файле, конечно, все эти имена уже не нужны. но у нас тем менее есть только одно имя. если мы определим какую-нибудь функцию на глобальном пространстве имен, мы сразу увидим ее имя. Оно немножко такое своеобразное, но мы можем попросить наш инструментарий эти имена сделать более человек читаемые. которые говорят, это так все правильно так мы получаем объектный файл который еще не является исполняемым так смотрите мы сняли анонимное пространство имен с нашей функции run тест и у нас появилось это имя до этого у нас его просто вообще не было среди имен доступных а сейчас мы видим что оно вот такое интересное если мы снимем человека читаемость то мы увидим что такое все равно весь путь вот по пространству имен он у нас попал в это имя тем или иным образом и тут вот как раз хорошо видно разница между локальными и нелокальными функциями если функция нелокальная она может быть вызвана из какой-то другой днистрансляции компилятор обязан сделать это имя внешним ну он отрезан делать по стандарту но суть в том что даже если эта функция нигде в данной днистрансляции не используется компилятор все равно честно генерирует ее код и готовится к тому что эта функция будет где-то вызвано если функция локальная компилятор знает что она не может быть вызвана из другой днистрансляции дальше значит у него есть полная информация об использовании этой функции напомню что у нас компилятор работает за один раз только с одной днистрансляции а раз у него есть полная информация значит он может принять какие-то решения которые повлияют на генерируемый код и в частности если он видит что функция нигде не используется а зачем ей вообще код генерить он не будет генерировать ей код у нас вообще этой функции не будет а если она где-то есть используется то компилятор посмотрит на тело функции и в соответствии с какими-то своими внутренними правилами может решить что эту функцию хорошо включить по месту то есть делать не вызов этой функции там где она у вас в программе вызывается а просто включить подставить в это место ее тело и сэкономить на вызове функции немного если он это так сделает во всех местах где функция вызывается функция локальная он может отдельно не генерировать тело этой функции и вообще не оформить эту функцию как функцию вот и это может например сказаться когда вы хотите посмотреть а что же вам компилятор сгенерировал на год болте или какими-то другими средствами с помощью диза сэмблера например может оказаться что компилятор сделал так много что уже понять немножко сложнее поэтому если вам хочется именно на код тела функции посмотреть имеет смысл делать ее не локальный ну например на год болт когда вы это делаете естественно в реальной программе вы хотите получить максимум оптимизации компилятора и и даже помимо вот тех соображений которые мы говорили про опасность нарушения удр лучше все локальные сущности делать с внутренним связанием помещать в анонимное пространство имен это хорошая практика вот но имена классов мы здесь не вообще не увидели но это нормально и с ними в общем то все будет то же самое но мы можем увидеть к примеру имя конец функции класса кстати надо бы ее публично сделать еще а а а а а Так, я перепутал, это у меня трейдинг на самом деле. Да, конечно же, надо бы сначала создать объект этого класса. Вот, и наконец-то мы что-то из нашего класса увидели. Как видите, компилятор лишней работы не делает. Если что-то не используется, то зачем про это думать? Но вот здесь мы заиспользовали все-таки эту функцию и увидели ее имя. Или более красивые имена. Как видите, имя класса, оно просто добавляется в этот путь квалифицированного имени. И все. Хотя, естественно, класс принципиально отличается от пространства имен. А чем, например? Помню, был у кого-то вопрос, почему бы вместо пространства имен не использовать классы, там размещать статические функции. будет вроде бы то же самое. Но не то же самое. Во-первых, внутри класса ну, окей, вы можете разместить там какие-то переменные статические, статические функции, можете разместить типы, можете разместить другие классы. напоминают пространства имен. Но, во-первых, вам везде придется писать ключевое слово статик, что грустно. А во-вторых, вот одно очень важное свойство пространства имен, что их можно расширять. В C++ очень мало вещей, которые можно расширять, не меняя исходное определение чего-то. Вы не можете расширить класс. Вы не можете расширить функцию. Вы можете только переписать определение класса, функции и так далее. Вы можете отнаследоваться от класса, переопределить его виртуальные функции, если они у него есть, и таким образом расширить его поведение. Вы можете специализировать шаблон и не поменять его поведение, а добавить новую реализацию для какого-то частного случая инстанциации этого шаблона. И вы можете расширить пространство имен. Вернемся к нашему примеру, когда мы хотели сделать вот так и вынести определение функции runTest куда-то вовне. Можно это сделать. Кстати, было бы логично поместить, наверное, в пространство имен test ее. Давайте так и сделаем. Спасибо. 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 . . . Спасибо. . . . . . . runTest . Спасибо. . 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 runTest . 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 Отлично. Мы умеем считать хэш от нашего класса string и можем сделать an ordered set вот таким образом. Но предположим что у нас часто возникает такое желание то an ordered set то в an ordered map ключом сделать наш класс string утомительно везде писать второй шаблонный параметр а в случае an ordered map это будет третий шаблонный параметр. И действительно есть другой путь мы можем расширить пространство имен STD специализацией шаблона нашим собственным типом это единственный случай когда это можно делать то есть нам разрешено делать специализация расширять пространство имен STD специализациями шаблонов. . Но только такими хотя бы один шаблонный параметр которых зависит от какого-то типа вне пространства имен STD и не являющегося базовым типом то есть какого-то нашего типа как это сделать. Открываем пространство имен STD. Про специализацию шаблонов мы еще поговорим когда зайдем до шаблонов. Но она выглядит вот так. Здесь понятное дело что наш класс string находится в глобальном пространстве имен поэтому мы можем это имя указывать неквалифицированным. В остальном у нас ничего не меняется только меняется вот эта часть у нас все начинает работать автоматически. Как будто бы наш класс string был бы классом в стандартной библиотеке. Это здорово и это наверное самый типовой случай расширения пространства имен STD. Другого полезного случая так вот сразу в голову не приходит. Ну в принципе наверное с расширением пространства имен понятно. А что еще может быть с пространствами имен? Могут быть псевдонимы пространствами имен. То есть здесь у нас имена никак не поменялись псевдоним это просто помощь для программиста. Пространства имен тоже могут стать довольно развесистыми и в каких-то моментах будет удобнее определить короткий псевдоним. Это не значит что это надо делать постоянно сплошь и рядом. Но такие моменты бывают. Делать это надо естественно так чтобы не запутать читателя. То есть если действительно в каком-то месте у вас получилось очень длинное имя за счет вложенных пространств имен и в этом месте читателю будет понятно короткое имя которое вы зададите. Злоупотреблять этим конечно не следует. Хорошо. У нас есть еще некоторые нюансы связанные с пространствами имен, но давайте поговорим сейчас про поиск имен. Мы часто употребляли это словосочетание. Какие же формальные определения этой вещи? В любом месте, где компилятор встречает какое-то имя, точнее компилятор называет это идентификаторами. То есть компилятор встречает идентифицирующее выражение и дальше он должен найти на что же это выражение идентифицирует на самом деле. Должен найти нужную сущность, функция, класс, пространство имен, переменная. Как это происходит? Самый простой вариант это квалифицированный поиск. Предположим компилятор смотрит на вот это вот имя, сервер. Он видит, что слева от него стоит двойное двоеточие. Значит поиск имени сервер будет квалифицированным. Далее компилятор идет налево. Ну и может быть здесь имеет смысл вернуться к исходному примеру с более длинным путем. Смотрит на имя трейдинг. Смотрит слева от него двойное двоеточие. Значит его поиск квалифицированный. Хорошо, доходит до экзампл. И вот слева от него двойного двоеточия нет. Значит поиск имени экзампл будет неквалифицированным. А по тем правилам, про которые мы сейчас поговорим, когда идем до неквалифицированного поиска. Если бы мы здесь поставили двойное двоеточие, то это было бы полностью квалифицированное имя. И компилятор бы использовал только квалифицированный поиск, чтобы найти наш класс сервер. Как работает квалифицированный поиск? Компилятор видит путь этого имени. Смотрит в свое внутреннее представление пространствами. А что это значит? Вообще во всех случаях поиск условно работает снизу вверх. То есть у нас есть единственная трансляция, которая компилируется. И вот в какой-то ее точке встречается имя, которое нужно найти. Во всех случаях компилятор ищет снизу вверх с точки зрения читателя, конечно же. То есть компилятор знает, какие пространства имен были определены до этой точки. Он знает, что там есть пространство имен example, внутри него есть пространство имен trading, внутри него есть класс сервер. А если бы мы хотели к какому-то статическому, точнее к какому-то полю этого класса доступиться, может там у нас есть еще какой-то тип. Мы могли бы написать вот так, тогда бы компилятор еще заглянул внутрь класса сервер. Это все будет квалифицированный поиск. И все. Больше никаких сложных действий не производится. То есть квалифицированный поиск очень простой. Но... Давайте запишем это с помощью псевдонима. Смотрите. Вроде бы мы только что говорили, что пространство имен можно расширять. Но мы его расширили, а имя G не нашлось. Почему? Потому что любой поиск идет снизу вверх. А вот это вот определение функции G, оно у нас оказалось ниже, чем точка старта поиска. И оно не нашлось. Что там компьютер написал? Он не знает такой сущности в пространстве имен, в правильном пространстве имен, что характерно. Если бы мы переместили это определение... Вот сюда. То надо бы все нашлось. То есть, с одной стороны, пространства имен, конечно, расширяются. Но с другой стороны, вам нужно, чтобы это расширение оказалось выше по коду, чем то место, где вы пытаетесь что-то там найти. Это, конечно, иногда людей путает. То есть, с одной стороны, у нас довольно сложные такие вот всякие иерархии в нашем проекте на C++. Классы, пространство имен, что-то еще. А с другой стороны, все работает достаточно примитивно. Просто куча разного текста собирается в один файл, в одну единицу трансляции. Компилятор последовательно его обрабатывает и все. Ну а дальше запускается компакановщик, который собирает несколько единиц трансляции в одно целое и так далее. Поэтому вот порядок, в котором у вас в результирующий файл единицы трансляции попадают разные куски текста, он всегда важен. Как это не грустно. Какого-то умного механизма модулей до 20 стандарта у нас не было вообще. В 20 стандарте модули появились, но поскольку у меня нет с ними опыта работы, я про них сейчас ничего не буду говорить. Потому что до продакшена 20 стандарта еще не очень доехал. Хорошо, это был неквалифицированный поиск. Точнее, квалифицированный поиск. Дальше у нас идет неквалифицированный поиск. И мы говорили, что когда у нас было вот так вот, то имя example искалось неквалифицированно. Как происходит неквалифицированный поиск имен? В принципе, на пальцах все очень просто. Снизу вверх. Но пространство имен добавляют тут определенную сложность. С одной стороны, да, снизу вверх. С другой стороны, когда компилятор идет сверху вниз, он как бы набирает в какие-то свои внутренние структуры описание пространства имен. И когда он дошел до точки, где требуется неквалифицированный поиск, он уже объединил все куски, относящиеся к одному пространству имен. Как в нашем случае, например, example trading test. Поэтому, когда неквалифицированный поиск имен стартует, он стартует в текущем пространстве имен. Точнее, он стартует вообще в той точке, где он был. Если это уровень блока, то сначала происходит поиск снизу вверх на уровне этого блока. Но с этим это все понятно. У нас, конечно, блоки могут быть вложены, но они не могут открываться-закрываться. То есть, если блок закрылся, то все, он закрылся. И тут прослеживается очень четкое визуальное направление снизу вверх. Все просто. Возможно, нам лучше написать другой пример. Поскольку здесь мы легко, наверное, запутаемся, напишем полностью игрушечный пример. Продолжение следует. Мы, на самом деле, в пространстве имен А находимся внутри. Продолжение следует... Ну, на самом деле, конечно, на практике крепко пишут. Все-таки тут будет не очень понятно, то ли у нас вот здесь вот... Ну, хотя... Ладно, не суть важна. Я про комментарии имел в виду. Теперь у нас здесь есть функция F. И она вызывает функцию G. Имя неквалифицированное. Теперь... Так. 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 Вот так. У нас достаточно сложности, чтобы на это посмотреть. Нас интересует содержимое функции F сейчас. Компилятор дошел до него. У нас есть имя G. Запускается неквалифицированный поиск. Что он делает? Он сначала поищет в этом блоке, но ничего не найдет. Перейдет на уровень выше. Уровень выше, чем тело функции, это пространство имен, в котором функция определена. Это пространство имен C. Он поищет здесь, не найдет. Но вот дальше немножко нетривиальный нюанс. Он будет искать снизу вверх, но пока еще все еще в пространстве имен C. То есть мы приблигнем сюда и найдем вот эту функцию G. И на этом мы остановимся. Хотя у нас есть еще одна функция G. которая, казалось бы, если читать просто ваш текст, она находится ближе к тому месту, откуда поиск стартовал. Но вот за счет пространства имен у нас получился такой поиск. С одной стороны снизу вверх, но с другой стороны с некоторыми прыжками. Если бы у нас здесь не нашлась функция G, тогда бы мы доискали до самого начала пространства имен C начало именно в данной единице-трансляции. То есть если у нас в другой единице-трансляции тоже есть пространство имен A, B, C, мы туда не пойдем. Тогда бы мы вернулись вот в эту точку и нашли бы вот эту уже функцию G. А если бы ее не нашли, то вышли бы из пространства имен B, поискав сначала еще вот здесь вот. И вот уже из этой точки мы пошли по пространству имен A. Надеюсь, я вас не запутал. То есть с одной стороны все очень тривиально. Ищем снизу вверх. С другой стороны, когда у нас пространство имен идут несколькими кусками в одной единице-трансляции, мы, получается, немножко прыгаем по ним. Обычно это не важно. Иногда на это можно напороться. И про это мы сегодня еще поговорим. Что важно, неквалифицированный поиск имен останавливается на том уровне, на котором он нашел это имя. Почему вот он, собственно, и в нашем исходном примере дошел до этой точки и остановился. То есть если бы у нас пространство имен C было бы много имен G. Ну, предположим, вот так. То поиск имен нашел бы две функции G. Одна принимает char, другая принимает double. Но он не найдет функцию G, которая принимает int. Потому что он именно на уровне пространства, точнее, на уровне поиска останавливается, на том уровне, на котором он нашел имя. То есть уровень поиска – это, может быть, блок внутри. То есть если бы у нас был чуточку другой пример, то вот такой. У нас бы было еще, например, вот здесь. То поиск остановился бы, очевидно, вот здесь. Ну и в случае с переменными у нас не может быть конфликтующих определений одной перемены. То есть у нас имя можно скрыть, вот как мы это здесь сделали, если имена на разных уровнях. Но если одинаковые имена переменных окажутся на одном уровне, у нас будет сразу ошибка компиляции. С функциями это не так. У нас может быть на одном уровне несколько одинаковых имен функций, если только компилятор может различить, какую из них вызывать в нужном месте. Про что мы будем говорить, по-моему, на следующей лекции, про перегрузку функций. С переменными все немножко проще. Но суть в том, что поиск остановится на уровне. Будь то уровень блока или уровень какого-то пространства имен, но как только имя найдено, поиск дальше не пойдет. Почему это важно, мы скоро увидим. Это, наверное, уже пора про это поговорить. Про некоторые проблемы, которые могут возникать с поиском имен. Начнем с первой проблемы. И эта проблема была встречена мной и моими коллегами на практике. И мы потратили, наверное, в сумме больше полутора часов, прежде чем с ней разобрались. Хотя, конечно, стоило бы... Теперь, по крайней мере, я уже инонситирую такую проблему быстрее, чем тогда. Но тогда мы какое-то время на нее потратили. Значит, в чем было дело? Ну, ну, тут все конечно хитрый конфигурации поискам у нас большой проект там очень много всего очень много файлов различных и есть определенные тесты для которых делаются вещи которые нужны только для тестов в общем ситуация была примерно такая где-то у нас была вспомогательная функция для печати в поток возможно она даже была шаблон как вы помните с до общину он в контексте произведения к логическому типу приводится к логическому типу тут можно делать так а если там пусто то например вот так то есть такая универсальная функция печати для всех вариантов общем а потом где-то у нас еще был например класс x и был какой-то тест где у нас что-то происходило с объектами класса x и вот захотелось здесь сделать вот так что сделал мой колено он сделал достаточно очевидную вещь это отладочная печать она нужна именно в этом месте ну и тут была какая-то осмысленная печать не суть важно какая вот пока не было этого кусочка наш большой проект чудесно собирался собирались тесты ну естественно не было вот это вот кусочком вот верхняя часть она была где-то есть совершенно других заголовочных файлах где-то далеко класс x был каких других заголовочных файлах тоже не близко и коллега добавил вот эту вспомогательную функцию для отладочной печати и все перестало собираться и компилятор нас уверял точнее было даже нет было сложнее немножко ну ладно делаю немножко натянута тот пример будет довольно сложно повторить поскольку ну из-за просто объема проекта продолжим что вот так вот было и как только добавился добавился вот перегрузка для класса x вот это место перестало компилироваться практике все было существенно сложнее там еще были библиотека google test задействована там дополнительный объем кода и дополнительные сложности ну в общем на первый взгляд было очень странно то есть мы в одном месте добавили перегрузку для класса x в другом месте перестала работать перегрузка вот это вот шаблонно все почему потому что раньше поиск шел из do something в пространство имен тест нет ничего там не находил а он же и ищет имя вот это вот правильно он там ничего не находил переходил там другой уровень в конце концов он доходил вот до этого определения функции находил ее все было хорошо потом просто на уровне пространства имен тест появилась функция с тем же именем компликатор дошел до нее и остановился а то что она нам не подходит в конкретном месте на поиск имен никак не влияет поисками он не проверяет таких вещей как контекст использования этого имени он увидел функция функция имя правильное правильно значит все собрал те имена вот этого оператора которые встретились в пространстве имен тест и успокоился а дальше компликатор попытался вызовы подставить один вариант другой вариант ну если их там было много ни один не подошел компликатор выдал ошибку а и поначалу поскольку проект сложный было непросто понять в чем тут дело но теперь я уже всегда когда вижу подобные ошибки сразу в первую очередь думаю именно про эту ситуацию поскольку она действительно довольно типовая когда у вас начинается развеситься проекта другая проблема который тоже частенько сталкиваешься на практике нет вернемся к нашему исходному примеру вот у нас есть внутри пространство имен тест а вот тут как-то используется ну хотя но ну ладно не суть важно а где-то рядом у нас есть еще у нас просто есть какие-то универсальные вещи для тестирования мы хотим объединить в одно место поместить пространство имен sample тест и тут что-то что-нибудь там что-то такое например и и как нам теперь например вот из этой точки обратиться к классу мог ее ну ну из этой точки довольно сложно ну точнее нет из этой точки может быть даже ошибка тут реже встретиться поскольку более понятно что мы должны пойти просто сверху вниз вот так вот тесно сейчас скомпилироваться эта часть до скомпилировалась вот так а теперь предположим вот так вот вот так вот вот так вот что вот так вот здесь мы хотим создать наш тест компонент но мы должны туда передать тот самый мог и он с одной стороны мы вроде бы все находимся внутри пространства имен example и рука просятся написать вот так правильно мы же в example example ну да тут-то в таком простом примере сразу глаз зацепится за то что тут тест ведет в разные места и совершенно верно здесь поскольку тест не квалифицированное имя то у нас находится example трейдинг тест вот теперь все хорошо но в каком-то чуть более сложном примере тут может тоже слегка запутаться то есть могут быть повторения имен пространство имен и это тоже нормально и приходится это разруливать указыванием более длинных путей к именам но вот за счет того что у нас можно указывать такие пути можно полностью квалифицированные пути указывать и тогда вы точно не ошибетесь когда начинаются вот такие сложности и всегда эту ситуацию можно корректно разрулить более того нам компилятор в первом случае даже подсказал что нужно сделать что он увидел обе сущности наш умный компилятор и догадался что наверное мы вот туда свалить но на практике может конечно оказаться и не так может оказаться что у нас все еще сложнее чем в нашем упрощенном примере хорошо а вот вернемся в этот пример с ним явно что-то не так как же жить в больших проектах у вас куча будет загрузочных файлов все куда-то включаются куча единиц трансляции где-то там то включается где-то все достаточно тяжело контролировать на каких там уровнях у вас какие имена в общем случае это не очень большая проблема но вот когда речь заходит про такие типовые перегрузки как например печать в поток скорее всего в большом проекте если у вас активно используется отладочная печать у вас будет очень много таких функций как не запутаться ну да в этом конкретном случае можно было бы просто вынести на один уровень на глобальный и все бы было хорошо но в общем случае это не так если более удачный способ он есть и тут мы подходим к третьему виду поисков c++ который называется adl или аргумент dependent lookup и тут нам сразу намекает это название что что-то тут будет связано с аргументами и действительно есть специальный поиск специально для вещей которые связаны с функциональным вызовом то есть это может быть вызов функции это может быть вызов оператора кота объекта оператора функционального вызова не суть важно если это что-то похожее на вызов функциям то чтобы найти имя этой функции или этой сущности для которой используется функциональный вызов после не квалифицированного поиска сработает еще дополнительный этап поиска который будет искать зависимости от аргументов этого функционального вызова что это значит если здесь вернем все как бы вам а теперь немножко перепишем обращение к перегруженному итератор это на самом деле вызов функции операторами перегружено и можно это переписать немножко по-другому и вот здесь уже четко видно что это вызов функции так вот что же такое adl adl посмотрит на все аргументы этой функции этой функции а затем на посмотрит на их типы и на то где эти типы определены и к области поиска имен он добавит еще места определения этих типов что это значит в данном случае нам это не поможет мы сейчас немножко этот пример перепишем нам это начнет помогать то есть посмотрим на вот эту строчку где мы вызываем оператор вывода в поток для объекта x объекты ну во-первых у нас первый аргумент это std cout и adl поищут еще в стандартном пространстве имен а вдруг у нас ну например x это ну окей с x это никак не связано вдруг там есть что-то полезное он же ничего не знает про то что это вывод в поток и поэтому скорее всего с std cout это никак не связано он там поищет стандартном пространстве имен стд и там может быть он ничего не найдет может быть найдет потом компилятор посмотрит на второй аргумент аргумент имеет тип x и тут он к области поиска добавит то пространство имен где определен класс x потому что компилятор должен видеть определение класса x в точке где он используется соответственно он знает как какому пространству имен x относится и к области поиска будет добавлено пространство имен где определен класс x в данном случае глобальное пространство имен что произойдет вот в этой строчке где у нас был optional int нам это сходу не поможет почему std-seout нам дает пространство имен std там нет подходящей перегрузки а вот переменная в имеет типу st optional int и тут не шаблонные параметры не сам шаблонный класс они не указывают туда куда нам нужно в глобальное пространство имен в данном случае на практике конечно например у нас возник в гораздо более сложным случаем опять нам к поиску области поиска добавится пространство имен std там ничего полезного нет данном случае но как нам теперь исправить этот пример мы можем сделать вот так и и тут будет важный нюанс с точки зрения поиска имен если мы определяем свободную функцию как друга класса причем помещаем ее определение внутри определения класса мы так можем сделать с друзьями то имя этой функции не будет находиться неквалифицированным поиском но будет находиться через adl что произошло в этой строчке на модель никак не помогает тут вся надежда на неквалифицированный поиск но теперь он будет работать поскольку ему теперь ничего не мешает когда мы дойдем до этой строчки неквалифицированный поиск нам ничего не даст он не видит это имя но adl найдет класс x заглянет внутренне этого класса и увидит еще и определение свободной функции с нужным именем и он найдет эту функцию и все будет хорошо наш пример будет исправлен соответственно вот относительно ряда операторов которые вы перегружаете для своих классов даже есть имеет смысл делать свободными функциями очень часто имеет смысл их делать вот такими встроенными друзьями именно потому чтобы не запутать неквалифицированный поиск в большом проекте это может быть очень не очевидно при этом через adl эти функции всегда найдутся одним из параметров таких операторов очевидно будет ваш класс иначе ну иначе эта функция просто никак с вашим классом не связана и соответственно по этой логике adl всегда найдет нужный оператор вот поэтому я настоятельно рекомендую вот такие операторы определять как встроенные друзья ни на что это больше не повлияет но единственное низкий побочный эффект то что вам приходится определение в функции размещать внутри определения класса и скорее всего это пойдет заголовочный файл ну и все такое с этим можно побороться в некоторых случаях например вот так и тогда само определение оператора станет тривиальным вся тяжелая работа которую вы хотите скрыть из заголовочного файла она окажется в функции print которую можно уже определить уже не в заголовочном файле вот наше время подошло к концу есть еще пара вещей про которые надо бы сказать но про это я скажу завтра также предлагаю подумать и в ближайшее самое ближайшее время определиться какой бы пример вы хотели увидеть завтра поскольку конкретного примера вот для этой темы у меня нет она слишком простая наверное вот про два самых характерных нюанса которые возникают на практике и бывают не очень очевидными я уже сказал поэтому я могу завтра рассмотреть какой-нибудь другой пример не очень длинный и полезный именно для вас в данный момент вот этого не предлагаю про это подумать есть у вас какие-то вопросы на сегодня судя по всему вопросов нет ну отлично тогда видимо действительно все понятно как я и надеялся но тем действительно простая да тогда спасибо вам за внимание на сегодня и до завтра а